Это путешествие во времени. Это возможность выразить признательность эпохи, которую все помнят по фильмам и книгам, и которая давно уже в прошлом, как ни крути. И мы просто пытаемся перенести себя в этот период. Как вы нашли свой образ для сегодняшнего дня? Мой образ подходит под Роллс-Ройс. Это Лютик, настоящая звезда. А я лишь водитель при ней. Я ее сюда доставил. Название Лютик придумала моя мама. До этого машина называлась всего лишь G.A. Ken 32, очень по-британски. А сейчас у нее есть имя, сердце и душа. А сколько ей лет? Она 1925 года. Ей скоро исполнится 100 лет. Она отлично выглядит для своего возраста? Спасибо. Моя команда с утра пораньше ее отполировала, пока я попивал кофе и наблюдал за их работой. А потом я пригнал ее сюда, через весь пустой утренний Манхэттен. И водители такси тормозили на полном ходу, чтобы ее сфотографировать. А какой у нее пробег? О, как до Луны и обратно. А какие ощущения за рулем? Нет гидроусилителя руля, нет мягкого сцепления. Нужно очень осторожно тормозить. Тормоз только ручной. Если ты видишь встречный автомобиль, лучше сразу подать в сторону, потому что все начинают хвататься за телефон, чтобы снять ее, и не смотрят на дорогу. Это детка из разряда Бэйби Роллс-Ройсов. Они не настолько дорогие, как большие Роллс-Ройсы. Наверное, потому что американцы не очень любят их. Такие машины не созданы для шоссе. Американцы привыкли гонять по скоростным трассам. Это городская машина. Лютик создана не для хвостовства и богатства. Это респектабельный вариант транспорта для адвокатов и докторов того времени. Машина для города, не для показухи, скорее для удобства. Не хватает коктейля? Я отправляюсь в другое время. Довольно комфортный автомобиль, я даже не ожидала. Еще бы, он небольшой, но внутри ты сидишь как будто дома. Этот прибор показывает, когда ты едешь в гору, насколько крутой наклон. Если ты знаешь, что впереди холм, то надо прибавить газу. Тут много деталей, которых нет в современных машинах. Нет камеры заднего вида, как мы привыкли. Надо послать кого-то назад и крикнуть. Ну что там? Место есть? Если вы посмотрите на фары дальнего света, то увидите еще кое-что занимательное. Они поднимаются и опускаются. И вообще, взгляните на себя, ребята. Вы же отлично выглядите. Вы перенесли себя на сто лет назад. Вы тоже заразились этим вирусом. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...